Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как преодолеть эмоциональную зависимость от бывшего мужа? Вместе не живем уже больше полгода. Иногда звонит, приходит на кофе. Не могу отказать, но жить снова вместе не предлагают, не хочет. Потом очень тяжело переживать. Смотрите, здесь сразу несколько моментов. Во-первых, зависимость – суть потребности. Суть потребности – это потребность. То есть я чего-то хочу, и я пытаюсь это реализовать через зависимость. Значит, как минимум, потребность необходимо выявить. Чего я вообще хочу? То есть мне вот муж, там, нужен, да? Зачем? Это не про любовь ни разу. Это ни разу не про тёплые чувства. Это именно про потребность. И сама по себе потребность не является чем-то плохим. В том смысле, что то, что вы хотите, да, это нормально. Я даже больше скажу. Вы пассивно, на мой взгляд, выступаете по отношению к своей потребности. Что, в принципе, и поражает зависимость. На уровне переживания, вот, на уровне переживания мною по требованию, действовать можно немножко иначе. Это я сейчас не советую, это просто вот такая некая абстракция, с которой я хотел бы вас поднёском познакомить. Значит, я нуждаюсь в тебе, чтобы не быть одиноким. Да? Ну, понятно, что сначала мне нужно признать, что я вот не хочу быть одиноким, не хочу быть один, и для этого мне нужна ты. Подставлять под это любое местоимение, вот, абсолютно. Нужно признать это и выразить. То есть буквально сказать. Дальше происходит следующее. Вы это выражаете, вы с этим сталкиваетесь в процессе вербализации. Сталкиваясь, вы это осознаёте и получаете обратную связь человека. Именно на это. Не на историю про то, чтобы жить вместе, не на историю про то, чтобы вновь там пожениться, начать отношения, встречаться, переспать, сходить вместе в магазин, на кофе, на обед, в кино и так далее. Нет. Именно обратную связь на свою потребность. Это первый шаг. Первый шаг, если вы честно, открыто заявляете человеку о том, что вы от него хотите. Как бы меркантинно ужасно мерзко, это не звучало. Получая от него обратную связь с негативным, вы сталкиваетесь с тем, что потребность удовлетворить нельзя. И вы оказываетесь перед выбором. А как же мне ее удовлетворять? Прямо здесь и сейчас. И вот это шаг второй к тому, чтобы из-под зависимости выходить. Речь не об уничтожении потребностей, как вы формулируете свой вопрос. Речь о том, чтобы удовлетворять ее на самом деле. Зависимость формируется в результате косвенности. Косвенность. Когда есть косвенность, есть зависимость. Потому что при косвенности удовлетворение потребностей полного удовлетворения не наступает и образуется постоянный голод, что формирует потребности. Дальше. Первым шагом с другой стороны является осознавание акта неотказа вашего мужу в том, чтобы прийти на кофе. Я сейчас не говорю о том, чтобы перестать ему отказывать. Я допускаю, что вам это может быть тяжело, я допускаю, что вам может быть это трудно, я допускаю, что может быть вы не готовы, я допускаю, что может быть это сейчас выше ваших сил. Прекрасно это понимаю. Поэтому первый шаг это именно осознавание акта неотказа. то есть признание выбора. Почему это важно? Здесь появляется как я это делаю, для чего я это делаю и из чего я это делаю. три основных момента становятся доступны для наблюдения. Когда я осознаю, что я делаю выбор, я могу сделать выбор другой. Дальше. Первый шаг с третьей стороны. Это история моих переживаний. Я бы сравнил это с логом авторизации какой-нибудь. Да, вот если есть где-то какой-то лог. То есть просто такой вот список действий. Открыл, закрыл, вышел, вышел, зашел. История переживаний. То есть как я себя чувствую, когда мужа нет? Как я себя чувствую, когда муж звонит? Как я себя чувствую, когда муж приходит? Как я себя чувствую, когда муж уходит? Как я себя чувствую после его ухода? Почему это важно? Открывается доступ к тому, что со мной происходит. Наблюдение. наблюдение. Набор материала. С набором материала можно что-то делать. Например, проживать. Проживая, то есть там есть что-то еще. Но пока это крутится только у вас в голове, вам кажется, что там только это. Простейшим примером является то, что вы пишете про переживания после его ухода. Это простейший пример. Он ушел, я переживаю. Понимаете? Но вы не говорите, что именно вы переживаете. Вы не говорите, как вы переживаете. Понимаете? С набором материала можно что-то делать. Вот такие первые шаги. С трех сторон. Сразу. А дальше уже смотреть. Самостоятельно вы с этим не справитесь. Вам нужно... Вам... Вам нужно... Вам нужна помощь. Либо близких людей, либо психолога. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. всем самому snowflake valleys. Позубиться. Продолжение следует...